Здравствуйте! Сегодня приступаем к новому этапу, очередному логическому этапу строительства дома. Будем укладывать плитку. Ну, надо плитку здесь и на пол уложить, и на стены уложить, и в ванной, и в кухне. Ну, вот я собрал кое-какой инструмент, какой будет необходимый, сейчас познакомимся. И, скорее всего, это видео будет для таких специалистов, начинающих, как я, вместе будем делиться привлеченным опытом. И, возможно, кому-то, кто сам захочет вложить плитку, где-то что-то им может подсказать, где-то поможет. Ну, для начала, вот я вот здесь вот словил, значит, будем брать, смотреть для чего. Ну, вот дрель с миксером, это понятно, значит, мешает раствор. Сразу скажу, что если у кого нету, не обязательно, можно шпателем мешать. Значит, шуруповерт в другой раз глядится, можно обойтись без него, просто отверткой работать. Значит, вот плиткорез. Ну, значит, сразу на нем все причиндалы. Плиткорез, сразу скажу, самый-самый, что ну и дешевый. Значит, он у меня уже второй, да, или третий где-то. Третий. Ну, тоже привлекал дешевый плиткорез. Конечно, сейчас есть очень хороший, очень точный, ну, очень дорогие. Вот прежде чем работать с плиткорезом, даже самым дешевым, ну, и здесь, правда, вот, присправление для того, чтобы ломать плиточку снял, потому что они нужны, я руками ломаю. Вот, видите, здесь один вот режущий ролик, да, и вот здесь, будем говорить, что это шарнирное соединение. Обязательно перед началом работы, желательно, значит, протянуть, чтобы не болталось, а лучше не болталось, значит, как ролик, так и шарнирное соединение. Ну, соответственно, это можно смазать, чтобы легче ходило. У кого нет, значит, соответственно, плиткореза, эту же самую работу легко можно сделать обычным стеклорезом. И вот предпочитаю вот такого вида стеклореза, он меня, значит, здорово выручал. Значит, можно не тратить, это тысячу-полторы рублей, если, допустим, небольшой объем, можно и порезать стеклорезом. Ну, соответственно, здесь вот под перфоратор, значит, сверла, значит, вот, значит, такого вида перышка, ну, это в зависимости от того, какую работу будем делать. Дальше пошли, значит, пошли, значит, соответственно, значит, молоток обязательно нужен, отвертка, ножи, ножи. Там в процессе, когда буду работать, будем смотреть, значит, вот уровни, значит, соответственно, я тоже приобретал сначала один, потом второй, потом третий, там, сразу же скажу, что, значит, вот такой уровень, я считаю, это лишний, он длинный, значит, метр, это очень много, очень много в наших домашних условиях он не годится. Ну, вот, вот этот уровень наиболее удачный, я считаю, вот он, значит, 60 сантиметров, очень хороший, но в другой раз использую такой уровень, ищем еще уровень, но этого предостаточно, ищет лазерный уровень, но это больше для стен. Сейчас мы будем говорить больше о потолке, ой, о поле. Значит, вот, значит, рулетки обязательно подлиться по-короченькому, какая, значит, нравится, обязательно пассатижи, почему, для чего я потом скажу, покажу, значит, ну, соответственно, карандаши, карандаши, ну, шпателя, есть, значит, такого вида вот шпатель есть, вот такого, для плитки, это я, он тоже уже, у меня давненько, так, чтобы, знаете, его просто, болгарка, немножко посещил, потому что, чистый был, вчера, вот, можно такого вида, тоже шпатель, значит, дальше, значит, что у нас еще есть, ну, вот, два таких шпателя, значит, один, для того, чтобы работать раствором, другой, где-то, вот, такие вещи, посещает, напомню, ну, вот, начну работать, посмотрим, значит, ну, сочеловая тверка, другой раз, бывает, нужно, болгарка, ну, тоже у меня, значит, значит, режущие диски, бывал, болгарка есть побольше, вот, поменьше, тоже будем врезать, видно, особенно, когда керамогранит, когда сложные, сложные плитки, очень хорошо помогает, очень, ну, соответственно, здесь все, маленький ледяный молоточек, это обязательно, обязательно тоже, вот этот молоточек, ну, первые плитки, я вызвал, наверное, и 25, там, назад, вот, как приобрел, так он, у меня есть, как говорится, недорогой, но долго работает, ну, всевозможные, значит, кисточки, кисточки, фломастер, карандаши, ну, и вот, ниточка, ниточка, вот, и ванночка, для того, чтобы готовить раствор, ну, ванночка, это из канисры, разрезал, и все, готово, также приобрел, вот, крестики, крестики, на пол, они разные бывают, ну, кому какой больше нравится, вот я, 3 миллиметра, некоторые любят, чтобы, что был, значит, побольше, кто-то поменьше, ну, и вот, где-то 3 миллиметра, считаю, более-менее нормально, вот, значит, приобрели вот такую, вот, плитку, 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 значит, ну, посмотрим, как с ней работать, ну, на мой взгляд, немножко большевата, видите, значит, я люблю поменьше, которая плитка, это, я уже замерил, она, где-то, в районе 40 сантиметров, может, побольше, даже вот, ага, вот, 42 сантиметра, ну, я считаю, что вот, 30-кой плиткой работает полегче, ну, какую приобрели, главный критерий, потому что она была, из всех, которые были в магазине, будем так говорить, что самое, самое, что она есть, дешевая, ну, нас вот, ну, насчет, сколько она будет ходить, но, я думаю, будет ходить очень долго, по крайней мере, ни одну жизнь, ну, ладно, вот, пожалуй, все, значит, это по инструментам, значит, следующий этап, вот, подготовили инструмент, значит, заходим в помещение, в котором мы будем работать, сразу возьмем, вот, рулеточку возьмем, и возьмем карандашик, вот, карандашик есть, давайте зайдем сюда, пойдем, да, оп, немножечко, минуточку, я забыл взять, вот эту плиточку, и вот, значит, помещение уже подготовлено, значит, вот такой плитой, значит, она обшита, А шито, если внимательно посмотреть Кто будет так же делать Вот одна сторона Вот одна сторона А вот вторая сторона И вот эта сторона более плотная Более плотная И я вот рекомендую Именно плотной стороной Ставить к плитке Будет лучше держаться Хотя если то так поставить И так будет держаться Но этой стороной будет лучше Так, проходим сюда проходим сюда но я уже говорил на все заходим в помещение на что обращая внимание ну во первых как она подготовлена ну лишь это что подготовка подготовка ведь мы я уже сказал что вот этой плитой 1 метро 1 сантиметр толщиной значит обшили его такая же плита будет и 2 сантиметров и предварительно начинай уважили фанеру а перед фамира там лаги были и так далее ну вот посмотрели все определились осмотрим за сюда вот здесь есть определенные значит неровность вот видите значит раствор какой-то это для чего нам когда будем ложить прежде чем ложить плитку на раз внимательно все посмотреть что дарита почистить это подвести до забыл сказать что все брусочек надо брусочек это где-то может быть почистить неровности с вами после этого что определяем на проблемные места ну какие у проблемные места проблемные места это у нас дверь это дверь ведь вот есть дверь раз с выходом сюда значит митте по ступеньке вот значит проблемное место будет люк люк причем особенность такая этот клип когда я делал я его не ранее равнял в интернур что он видите если внимательно посмотреть он не такой ровный то есть вот если грань и посмотреть грань и посмотреть то они по размеру будут разные сейчас посмотреть внутри делал по балкам а балки не ровнял вот здесь получается у нас 46 а здесь насколько получается странно тоже совершить ровно что ли получается 45 половиной и здесь маленько удивительно но почти ровный еще здесь соответственно отверстие для канализации будет проблемным местом вот это первое определились и на счет проблемные места нашли после этого нам необходимо что нам необходимо посмотреть насколько идеально или не идеально сделано помещение грубо посмотреть взяли допустим замеряем можно редкой можно лазерного уровня у кого что есть утра замеряем и он здесь получается ну грубо 279 эту сторону и эту сторону для чего я сейчас вам скажу я сейчас 279 ну и здесь смотрим здесь тоже смотрю что кому я даже и не пойду не знаю какое расстояние здесь купа девушка свалился великой точности нам не надо а здесь видите если там 279 то 2 здесь 271 у нас получается вот помещение вот если смотреть тогда то она получается вот таким образом сделал а вот вот на клиент для чего это мы меряем а для того что когда мы пустим 1 ряд 1 ряд плитки вот мы можем первый ряд плитки мы начнем делать его вот он первый ряд плитки не пишет ничего так первый ряд плитки получается он идет на расширение или на сужение вот видео на сужение значит известно волноваться не надо плитка нормально ляжет . угодно мы будем ловить все равно попадем в плитку дальше пошли значит это проверили здесь тоже конечно желательно проверить каким образом здесь она выглядит на это расстояние смотрим смотрим немножко внимания здесь у вас есть 232 30 но это будет больше здесь 228 это можно не заморачиваться вот это мы определили посмотрели здесь волноваться не надо определились а что будем вложить значит вот 2 резнать к стене конечно же если допустим очень срочно надо очень быстро логичнее делать значит отсекли двери почему потому что здесь идешь и идешь и идешь и идешь и без проблем а здесь когда сюда идешь и допустим положить где-то удачу ну бушка вот в день поскольку ты положил а как выходить соответственно останавливаться надо ставить какую-то доску на кирпичи выходить а только на следующий день продолжать но учитывая то что нам особо спешить некуда соответственно будем делать от двери может от двери как говорится если ты идешь ты в дверь точно попадешь а если идешь начаться стены если проблематично можешь пол плитки там попасть и так далее и тому подобное ну так вот определились и следующий этап следующий этап можно значит и нужно скорее всего взять и разложить то есть как плитка попадет как попадет в край как он туда полет как сюда но мы в данном случае этого делать не будем потому что мы замерли мы знаем что что мы не промахнемся не промы не промахнемся значит дальше что мы делаем надо нам определиться с первым рядом откуда мы будем его начинать но я думаю что проще всего проще всего начать вот от люка как рука вот цельных целых целую плитку поставить а здесь уже мы что-то будет резать городить это так будет легче и при этом значит как правило как я делаю вот я значит прошел и сегодня значит я про этот люк забываю забывая а на следующий день когда она встанет чтобы на эту плитку можно было уже вставать ходить тогда мы начинаем с ней работать ну дальше что значит после этого значит берем мы две плитки раз-два ну прямо скажу что немножко погорячились а плитка очень большая очень большая с одной стороны конечно надо учитывать мнение всех желающих но с другой стороны я такую плитку вот если честно не очень-то приветствую потому что очень большая с маленькой плитки полегче работать так ну вот здесь вот берем здесь учитывая то что еще плитка будет еще плитка будет где-то мы вот так вот отпускаем отпускаем примерно сколько ну вот если посмотреть выпуска пол сантиметра наверно так вот при на глаз берем в космосе делаем на глаз да и забыл сказать что первоначально когда я начинал предположить первый раз там я уровень из рук не вынуждение не выпускал все по уровню чтобы все прочее прочее а потом понял что ребята демократы уже здесь и ни к чему то есть вот посмотрели сделали пол он относительно ровный будем считать что хороший соответственно сейчас будем брать только направление только направлять ну вот это положили вот здесь и вложили вот посмотрели примерно вот пол сантиметра нет здесь тоже здесь стена я думаю более менее нормально а не нормальный 10 пол сантиметра вот они пол сантиметра есть так все вот по краям на счет уложили эти плите после чего и после этого что мы делаем мы берем соответственно натягиваем из них нет протягу каким образом каким образом на телом очень просто берем гвоздики значит убиваем в данном случае это я думаю в этот материал обьется если значит у вас какой-то бетонный пол там или еще сложность просто значит берем дощечку маленькую дощечку вбиваем туда гвоздик эту дощечку прижимаем вот и на них нитка натяну сейчас я возьму пару гвоздей и молоток вот и пару гвоздей вот и нитка вот и ножа как раз все что положено все и пригодится так поехали ну здесь мы определились вы как видите что ничего не замеряю просто посмотрел на глаз методикам возможно у меня уже устарела там есть и более прогрессивные методы укладки плитки самое главное что для себя для себя кто-то насчет укладывать плитку вот это само простое на мой самый простой и самый доступный метод укладки плитки да и первоначально когда я вложил тоже взял книгу где-то нам не дома даже еще лежит почитал внимательно всю книжку прочитал ничего не понял как чего почему после этого как говорится положил одну один рядом другого ряд 3 ряд положил там одно помещение после этого начал читать начал понимать то есть к сожалению у нас многие книги написано таким образом что очень сложно что-то понять очень сложно что-то понять ну вот берем забиваем вот забили с одной стороны с другой стороны для чего для того чтобы уложить ровно по ниточке первый ряд да и что касается книжки так вот там тоже в этой книге написано что да вот производитель не всегда качественно производит плитку надо произвести производить отбор там прочее прочее по размерам все прочее прочее одним словом это бесполезное дело почему потому что будет этих столько при сколько при так столько и размера будет они там где-то миллиметр полтора гуляет то есть это делать не надо вот какую плитку взял такой ложи и все будет нормально то есть главное не расстраиваться не расстраиваться все будет хорошо вот берем обычную нитку вот такая низко и уже бил неоднократно сурсом сейчас данном случае тоже проведем проведем посмотрим вот так вот завязываем здесь вот она нам нужна она нужна только для того чтобы положить первый ряд первый ряд а потом она так такова не нужно но это видеть еще особенно здесь сложность в том что первый ряд он сожалению попал на люк на люк а люк мы будем делать уже завтра пилить строгать и делать а сегодня мы начнем как я уже сказал отсюда да и плитку ловить можно как слева направо то справа налево ну в принципе слева направо мне кажется поле с руки кто работает правой рукой левой соответственно будет наоборот берем нитки у нас много жалеть его не будем а так раз обрезаем и соответственно здесь что я что натягиваю натягиваю немножко повыше надо наденуть почему потому что там еще раствор будет раствор что она что не мешало поднимаем где-то на уровне полсантиметра выше это тоже относительно все таким образом все он вытянули посмотрим так вот так есть уже можно смотреть здесь конечно свет желательно быть получше здесь не очень свет но это можно взять еще одну лампочку посмотреть что был светлее так по высоте по высоте нормально нормально можно чуть получше можно чуть повыше так посмотрим теперь нет когда-то на стоит нет ты стала так более-менее да можно и чуть 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 видите расстояние ушка большое немножко большой можно чуть подпи подвинуть к ней подвинуть очень просто очень просто или же перебиваешь гвоздик или что его наклоняешь в эту сторону чуть-чуть наклоняем и сейчас посмотрели так вот раз так раз есть вот так так да где-то так вот ну если допустим и желание и желание можно еще проверить еще другой плиткой то есть мы по нитке идем чтобы на стену на не заводил возьмем еще одну плитку сейчас проверим как она станет потихоньку надо сюда все перетаскивать кстати достаточно височная пашка пачка 30 килограмм ну вот берем ставим туда его раз смотрим вот она по ниточке и стала вот видите вот она в принципе входит 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 нормально нормально даже можно даже можно еще немножко немножко подать сюда вот мы и подождите подадим потому что видите она вот она полностью проходит полностью проходит ну здесь еще плитка будет в принципе хорошо но можно еще немножко подать вот так чуть-чуть так нужно соответственно чуть-чуть подала сюда это какой-то миллиметр ну вот достаточно я думаю очень хорошо вот значит сделали первый подготовительный этап то есть мы что сделали значит раскладывать мы не стали мы просто замерили но надо было конечно разложить но все будет нормально я думаю бы все нормально почему потому что проще отсюда начинать просто что начинать первая плитка у нас ложится вот таким образом вот сюда будет ложиться первая плитка так она где-то сейчас выручить здесь надо вот как раз как раз хорошо бы отверточку какой-то большая шевелится тяжеловато тогда я был полегче было моей шевелить вот вот так вот вот таким образом положим первую плитку чтобы потом лук легко оставался соответственно здесь расстояние будет немножко побольше ну можно чуть-чуть и потом сюда длинуть вот таким образом вот все пожалуй все по этим по плиткам все понятно сейчас будем готовить раствор раствор да значит если значит будем ложить на плиточный клей на плиточный клей значит у кого значит проблема с клиточным клеем можно и на цементный песочный раствор ложить но при этом это гораздо сложнее почему потому что он быстро схватывается значит плитку если допустим этот на на клеем и ложим то есть есть возможность у пошевелить подправить там выровнять и так далее то цементно-песочный раствор гораздо сложнее вот и там нужно шов соответственно больше давать достаточно несколько миллиметров а там на сантиметре тогда еще более-менее нормально если меньше то есть то очень плохо ну что поим дальше так для этой цели сейчас мы их возьмем что как всегда как всегда воды у нас нету да так начинаем готовить раствор можно готовить в принципе двумя путями вот первый путь берем воды наливаем в ванну ну будем говорить что слишком много его который тоже ни к чему почему потому что лишний раз на готовить чем значит потом его выкидывать налили даже многовато добавляем сюда клей добавляем сюда клей ну можно и наоборот если допустим не уверены сразу если нам немножко надо можно сначала клей потом раствор потом носит воду ну вот так вот раз и вот берем что тихонько сюда раз-раз-раз-раз-раз-раз и немножко так что и мешаем положили помешали я уже говорил что полный конфоратора можно и что шпателем размешали еще добавить надо сюда и спеша особенность такая вот туда полностью уже будет готов раствора сразу 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 буквально сразу значит вложить плитку на данный раствор целесообразно целесообразно и целесообразно лучше чтобы что он постоял минут 8 10 просто раствора будет почти что на всю комнату хорошо хорошо решаем будет много ну и работать раствором можно говорится двое судно конечно нельзя учитывая нашу скорость 5-6 часов это точно можно разводится с перекурами вот так вот раз вот еще водички еще удаваться здесь размешался ну как говорится желательно желательно чтобы плитка плитка помещалась в емкость и раствора у нас видите получается просто канистры больше нету такой вот такая есть вот еще немножко добавим сюда сейчас раствор 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 вот так вот еще потихоньку не спеша смешать нам особо не куда мы успеваем вот уже скоро 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 будет нормально пока еще кстати по нормам по ну вот что написано на мешке одним мешком можно уже уложить 100 квадратных метров ну это конечно же преувеличение это желание такое что можно положить 100 квадратных метров реально будет поменьше и потому если кто начинает ложить много тоже к мешков мешков брать не надо 1 2 там определенное количество положили плитки посмотрели сколько у вас расходы вы почему потому что когда ложишь клетку тоже получается что кто-то поменьше потому что как раз в основном каждый себе ложишь хочешь чтобы покрепче и потому значит значит все вот эти выборники все значить щели там и так далее и так далее значит старается хорошо замазать когда замазывает что соответственно что раствор уходит раствор уходит ну я думаю что мы сейчас разведем на мало на день и хватит что что мы так уж вложить не будем без перерывов у нас как получается перед началом работы чай попили раствор замесили еще раз чай попили потом как надо и отдохнуть вот примерно так вот уже ближе 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 но еще ведь вот комочки еще комочков очень много комочков много но учитывая что это не шпаклевка комочки сами по себе потом они разойдутся сейчас еще надо чуть-чуть добавить все мы делаем вот это наверное уже и будет скоро хватит посмотрим потому что слишком жидкий тоже ни к чему слишком густой тоже ни к чему вот так вот вот так вот раз вот видите вот такой от растворчик вот такой от растворчик можно еще чуть-чуть добавить еще миксером помешать вот раздавали сейчас я почему миксером не хочу потому что сейчас брызги будут низкие то в ведре удобно а вот это видите она получается что не глубоко на улицу выходить не хочется вот так что хотя можно попробовать конечно немножко и миксером помешать миксером вроде повеселее миксером вроде повеселее но уже уже начинает доходить посмотрим я уже сказал что за не так быстро не так быстро хочется надо его убрать со всех краев особенности допустим кто-то решит нужно замешать немножко поменьше допустим начнут замешивать не не в воду клей ложить а если он его будет что соответственно воду в битву клей то как правило где-то там в уголочках сам остается только надо что внимательно этим делаем попробуй сейчас то есть она будет брызгать соответственно мы не будем сейчас посмотрим сейчас что она сейчас мы посмотрим какой он получился еще чуть-чуть надо погуще хотя но когда постоит когда он просто это он становится гуще вот это пожалуй все будет немножко маловато сегодня туда придется подольше поработать я рассчитывал поменьше так вот пожалуй хватит так вот у нас тут получилось вот такой растворчик растворчик получил растворчик ну нет еще надо немножко подождать я добавлю хочу маленько погуще чтобы он был потому что слишком жидким когда сложно работать он слишком течет на руки мальчат так вот так вот так вот так вот раствор мы приготовили пойдет нормальный раствор достаточно много его на сегодня нам хватит как будем работать вот теперь значит что теперь пускай он маленько постоит и после этого начнем уложить а мы при этом подготовим вот это место видите вот это место надо убрать 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 все замести так вот там я вот сюда сейчас потом еще принесем парочку крисачек что у нас запасе было штуки 2-3 так вот ну вот у нас подготовительная работа в принципе прошла нормально сюда положили где-то на щеточка есть вот вот ждем пять минут он немножко встал после этого что маленько пометем чтобы было более-менее хорошо вот таким образом но значит если мы работаем на цементно-песочную основу то обязательно 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 желательно значит это основу смачивать смачивать это раз после того как смочили смочили обязательно надо что немножко обработать здесь это вот здесь смачивать не обязательно ну так чуть-чуть смочим после этого берем раствор вот так вот его стороны и вот в таких местах допустим здесь здесь может быть и не надо берем это что вот так роман смазывает что как говорится для себя для себя то можно и помазать вот таким образом особенно если какие-то там ямочки с неровности они хорошо замазывается и при этом после этого наш раствор к раствору как вот так вот но при этом при этом надо учитывать следующее то что когда мы начинаем вложить плитку что на стену что на пол значит первые первым образом надо положить сразу две плитки одну что ни в коем случае нельзя ну потому что по 2 плитки мы более точно выравнив направление а уже потом уже можно и не спешить можно не спешить ну в принципе значит у нас время есть минут пять шесть еще позволяет ее потрогать пошевелить это я говорю что это по желанию почему-то ты нет особого желания не помогли ничего в этом плохого не будет ничего плохого не она будет без этой подмазки да и забыл многие многие значит что делают мажут значит сначала допустим раствор мажут на пол там или на стену потом наши шпателем зубчатым убирает потом ложится возможно это и правильно это и хорошо можете быстрее ну на мой взгляд это просто стране да вот следующий этап у нас уберем плитку плитку взяли плитку да вот в губной книге написано что значит многие скристина щиты плиток нужно замачивать замачивать но я вот лично не рекомендую особенно значит стеновая птица если плитка если значит вы хотите попробовать значит прежде чем всю пачку замочить попробуйте одну почему потому что многие плитки вот это плитка я думаю не будет многие плитки после того как замочить замочили штаны они значит получается какие-то там типа пятна что же там такие что ну а здесь вот можно чуть-чуть смочить еще . можно смочить значит а можно и не мочить потому что раствор у нас видите вы видите на нет так делать уж поделать хватит раствор то у нас видите такой не густой и что еще известно если мочить вот как вот это в данном случае да я слишком ее смочил она может поплыть поплыть и потому вот на такой плитки на такой плитки можно и смачивать я в принципе их и смачивать на стиль на себя стену когда она немножко качество другое там уже обязательно надо и протирать а здесь вот просто чисто чисто отведите на все нормально да и когда уложишь плитку желательно что смотреть какой там рисунок вот видите вот рисунок здесь вот эта полоса у нас идет значит надо определиться допустим или допустим в разброс как ты угодно хочешь уложить до или значит определиться каким образом значит пол что туда положу сюда еще нужно подумать подумать можно вот так и просто и видите вот вот она получается туда-сюда туда-сюда вот этот получается можно так сделать то есть прежде чем вложить что внимательно и покрутить повертеть если есть какой-то рисунок то попробуй что у нас воссоздать его если нету то значит нету вот сейчас посмотрим да можно так вот поставить данным скорее всего лишь вот лучше вот так вот видите елочка получается если так вот она елочка туда соответственно поехали да и некоторые работы значит в перчатках но я вот тоже все пытающих перчатки научиться работать но пока у меня это дело не получается не получается здесь вот видите плитка то достаточно большая и тяжеловато если честно может быть придется ложить его ну так вот тоже вот видите вот это толсто немножко вот так вот по краям чуть-чуть сюда вот таким образом вот таким образом вот таким образом положили кризису до поставили да здесь вот берется сразу на десятку положили быть тяжело большая плитка все положили так перекурили после этого что берем шпатель желательно что его что всегда смачивать почему потому что влажный шпатель шпатель влажный значит соответственно что значит меньше к нему против пристает пошли до вас обзина вверху поставили таким образом чтобы было удобно вот и весело-весело видите за один захват захват у нас не получится ничего это все сняли это ставим после этого вот видим да мы сняли все после этого у нас вот еще достался раствор мы себе же дело правильно соответственно это все убрать почему потом будет легче затирать он будет чище вот таким образом хотя работа увеличивается вот все мы убрали все оно прилипло все хорошо после этого за что мы делаем уже начинаем что укладывать посмотрели вот рисунок 1 1 разница нету как она будет лежать вот таким образом где-то сюда можно чуть-чуть побольше сюда вот так где-то еще 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 я думаю хотя может еще маленько после этого берем значит сюда вот так вот раз-два-три вот положили положили все в целом все нормально но при этом мы ее не трогаем не стучим еще пускай немножко пролезет нам быстрее 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 таким же образом сделала вторую я уже сказал что первых плитки желательно сразу две штучки утра вторую и как всегда что забыли крестики они там у нас лежат сейчас возьму скажу крестиков у нас что нет вот вот образом не спеша ну надо поспешить вот таким образом вот так вот ну это только первые две штучки а потом можно потихоньку потихоньку раз тяжеловато конечно прямо скажу вот мужичном очевидно ну еще раз намочим вот таким образом раз поехали так сняли и с этой стороны тоже самое пойдет и что делаем вытираем вот эта штучка краев вытираем ну конечно будет не идеально но когда вытираешь на получи так вторую уже на что нам смотреть рисунок рисунок где рисунок вот рисунок как раз попасть вот попал так после этого что берем вложим вторую положили после этого что берем идем крестики берем крестики конечно надо в баночку здесь баночки нет крестики надо положить в баночку так вот два крестика взяли на два крестика таким образом да и надо вставлять их вот таким образом взяли крестики да и вот так вот раз вот так ставить вот так раз его второй тоже сюда два именно вот так вот все поставили теперь значит уже выравниваем она ведь он начал ходит спокойненько ходит очень хорошо так поставили по линии и эту плиточку по линии вот поставили где после этого берем что молоточек молоточек берем вот так вот планика и поехали и вот видите вот она смело и решительно садится села считай что села и даже вот этим местом вот все все значит значит после этого что выравниваем до конца чтобы она вот села уже теперь можно чуть-чуть подровнять чтобы говорится точно волна вот так где-то так так и вот мы видим что здесь немножко понижает получше под объем чуть-чуть подобьем немножко есть я уже говорю что идеальных плиток не бывает идеальных плиток не бывает ничего страшного ничего страшного в этом нету ничего страшного в этом нету так чуть-чуть сюда вот так вот так вот так да когда она выпадывает допустим бывает что на стенках выпадает что мы делаем берем это как раз его приклеиваем стопись и раз вот так вот с раствором он весело станет и уже никуда никуда не пойдет здесь хорошо у нас получилось здесь хорошо по ниточке более-менее нормально вот а сейчас уже можно не спешить и не спешить в этой плиточке где поставили сейчас еще маленько перекурим маленько перекурим и возьмемся что возьмемся за третью так вот раз упрали все убрали это посмотрим вот здесь мне вот уголок немножко не нравится как говорится что есть то есть что есть то есть хорошо так вот так вот так вот все 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 от стенки видите расстояние нормально просто здесь плитка еще будет здесь вот такие вещи вот такие вещи допустим что ну можно конечно до завтра подождать а можно сразу убрать сразу брать и можно еще что делать можно взять деревянную палочку такую сделать выставлять вот когда положили вот видите там клея немножко появился вот он встанет чуть-чуть постоит ну допустим ну полчаса ну может час после этого лучше его убрать когда уберешь после этого будет лучше лучше работать ну вот как говорится поехали дальше поехали дальше так вот подошли значит уже к стене как я и говорил же стена у нас идет начнется заужением соответственно здесь уже плитка полностью не встает нам нужно что ее отрезать но вот посмотрим на что на вот таким образом встает посуда если посмотреть то мы видим выдаст уже тренин check пар sector вот видите и смотрим сколько и встает вот если он где-то вот до сих пор идет получается это в районе сантиметра и более здесь нам точности великая не нужно вот допустим это вы здесь а第二個 соответственно столько мы отмечаем вот здесь откладываю вот она вот она отложили отложили сейчас нам это что дело надо отрезать значит обрезать можно ну несколькими путями несколькими путями 1 2 3 все покажу ну вот отметили фломастер конечно желательно поярче но какой есть зеленый можно и карандашом отмечать можно использовать этот у нас уровень который уже никуда не годится куда-то я с него начинал и он начинал и важно вот мы значит проверили после этого после этого нам ее обрезать резать будем плиткорезом желательно конечно смазать у вас ну ладно устанавливаем сюда без крест уже как говорится видал видал потому вот точностью не велика но для того чтобы более точным вот берем вот видите ролик поставили рядущий посмотри вот сюда встал вот здесь куда выходит вот сюда пойдет пойдет берем значит и начинаем что особо сильно не прижимать так потихоньку и спеша обрезали стеновую плитку легче резать говорил это посложнее такой тонкий рез такой третон крест ломать очень проблематично то есть практически невозможно можно и пилить болгаркой но это мы следующий раз распилим а сейчас можно значит что использовать или посадили и они родные у меня а их родных у меня и нету где-то были специальные для плитки вот вот такая вещь вот такая вещь но в принципе разницы нету что этим что этим но я обычно что используется пассатижи сейчас посмотрим как они будут ломаться берем таким образом сюда ставим сюда но это не значит что будет очень хорошо то посмотрим ребята демократы только чай очень сложно идет как говорится но не идет начни судьба значит идем на улицу идем на улицу и отрежем это что полгаркой идем на улицу ну вот это хотя вот если допустим мелочь это выщипать можно конечно так взять и спасет если не спеша вот так вот видите вот таким образом вот так вот это вот почему бы посадили мы можем ну ладно сейчас попробуем так это особенно вот где-то когда ставишь где-то подрядник или нет сам какой-то на отверстие выщипать это очень хорошо получается и не спешить только вот таким образом вот видите хотелось бы конечно чтобы сразу и ровно но не всегда получать сразу и ровно кстати вот говоря о плитке о плитке я знал товарищей женщин которые добросовестным образом всю работу выполняли я к чему веду разговор то есть в принципе в принципе это не сложно и кто пожелает посмотрим как я это делаю легко это дело повторить здесь почему нам вот такой ровности не надо почему потому что это стенки она будет закрываться будет закрываться еще одной плиткой и будет хорошо будет хорошо здесь не надо где-то бы было что лицевая сторона тогда уже надо приложить ну и надо учитывать то что половая плитка керамогранит да любая половая плитка она вот насчет того чтобы порезать ее обломить посложнее что не скажешь о стеновое стеновая потоньше она получатся и ломается попроще дойдем до того чтобы где ломать где уже ломать надо сантиметров 5 тогда мы и обломим вот такие края вот такие края видите можно ущипывать уже эти же достаточно неплохой результат получается я думаю запаса немножко можно и хватит можно еще пощипать сейчас проверим она возможно и встанет мы маленько погорячили вот уже сделали надо вот такие вещи когда делаешь на наш замерять замерять но вот если где-то надо допустим немножко убрать ничем не получается ну буквально не болгарки ничего нет вот так вот допустим посадили выщипали выщипали потом берем обычным брусов брусочек высочек камень от ордака и начинаем что и обрабатывать это не быстро это не быстро но можно добиться буквально идеальной розы лиги она сейчас вот это не надо посмотрю отмечено немножко побольше возможно уже хватит возможно уже и хватит вот таким образом сейчас посмотрим здесь мы немножко почистить вот она родная уже и встала что значит вывод какой больше нам ничего и на все вот эти подогнали все по старой схеме а старая схема у нас простая берем защищаем вот она пошла после этого что прометаем обязательно этому делаем прометаем чтобы не было никаких камушек ничего после этого что берем шпателем берем шпателе я уже говорил что если мы делаем себе то постараться но хотя стараться нужно сюда в данном случае стараться лучше уже все по накатанной пошло потихоньку потихоньку не спеша работает вот следующий раз вот здесь я буду резать тогда уже маленько по-другому отрежу можно продемонстрировать как это делается и если бы если бы это было бы просто стеновая плита вообще проблем не было с этим порезать слегка это немножко потолще потолще так же тоже можно с этим справиться вот мы подготовили теперь пошли отсюда поехали мазать риска очень просто да если допустим раствор ответил ничего хороший такой да немножко становится то есть ну как становится более густой более густой мы просто что делаем маленький немножко водичка добавляет и что делаем мешаем и получается хорошо и не спеша потихоньку этого не сделаем я еще раз призываю всех себе думать в ванной в туалете на кухне и плитку это достаточно просто при этом значит на инструмент много денег тратить не надо можно обойтись и минимум к счету пару шпателей и стеклорез но молоток буквально копейки не забываем значит хватит мочить мочить после этого виде широкая ванна очень хорошо все падает сюда можно использовать просто бумагу обязательно протирать просто будет маленько потом полегче маленький будет полегче некоторые не протирать но нам спешить особо некуда вот так вот протираем все это можно выбросить берем и смотрим так так я не вижу где мы ее резали где мы резали я не вижу так обрезать что не видно вот она вот теперь вижу так обрезали что ничего не видно так вот весело весело вот этот гвоздик будет нам мешать наверное вот посмотрим вот так раз 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 будет мешать надо его что вытянуть он уже свою роль сыграл сейчас мы его вытянем возьмем вытянем потом будет необходимость мы можем еще натянуть но в данном случае он не нужен уже вот вот этот гвоздик вот все но видите немножко там не дошли почему потому что этот люк этот люк но ничего так после этого берем берем крестики два штуки два штуки напоминаю то что крестики крестики и надо уложить и некоторые вращаться с божут вот таким образом вставляет это не надо почему потому что вот сейчас плиточку положу посмотрим плитка сама по себе она вот видите она средств неровный получается они где-то вот здесь вот такой вот идет если будете вставлять что-то одна выше друга ниже то плохо получится получаю вот так вот раз и вот так приклеили чуть-чуть вот так приклеили и точно также 2 особенно когда вы будете стенку выжить на стенке то обязательно надо их вставлять приклеивать и будет хорошо а теперь мы что выберем это плитка большая желательно вот так вот вот так вот простукали после этого что смотрим как она легла вот так вот видите вот так более-менее нормально нормально вот здесь чуть-чуть хорошего здесь немножко добавить видите чуть-чуть добавить еще и здесь чтобы она выровнялась в принципе нормально уже помешает видите вот так вот клей уже выходит значит что значит она стала более-менее нормально но кто начнет ложить я думаю разберется ничего здесь таких сверх секретных сложностей нету поправляем вот хорошо с клеем работать игру что-то на постоял ну сколько мы в 15 20 можно еще и пушили чуть-чуть шевелить ну конечно же если он последний то есть вы будете шевелить выпуска форекс вообще вот начинаем второй ряд туда ряд а потом уже там будем думать что делать или сейчас можем клюк этот люк сделать и дальше можем здесь сюда пройти и дальше посмотрим как нам захочется сейчас еще уберем вот это вещи надо не забывать убирать если не надо забывать так вот и все пожалуй еще плеточка становится неплохо достаточно симпатичная такая еще пойдет пойдет главное по желанию радиослушателей большой размер большой чтобы нам не наоборот немножко поменьше тратится ну ладно ну это пожалуй все еще сейчас пойдем и пойдем наверно наверно люк я буду делать посмотрим насчетов клик попался так подошли к люку подошли к люку сейчас будем резать но здесь надо вот убрать сейчас будем резать 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 плитку здесь я размер уже снял размер снял но чтобы длинный плитку резать на плиткореза видите речки поставил чтобы было более-менее ровненько то есть и плиткорезом когда режешь желательно рез делать один не два не три не четыре вот один раз порезал как порезал так и порезал точно так же и стеклорезом то есть много резать не надо у нас есть нету приспособления ломать плитку я выхожу из этого следующим образом кстати я специально взял сложный участок потому что если вы пополам резать это было очень просто почему потому что ровная часть легко для этого мы используем вот такой гвоздь 0 миллиметр 3 сейчас посмотрим надо что нам ровную поверхность чтобы было вот на полу прям возьмем на ровной поверхности поставили вот так вот поставили ровно по черте где мы будем что соответственно делать обрез и после этого весело весело применяем физическую силу и что делаем ломаем ломаю ну посмотрим как получится можете не получится можете не получится так надо таким образом берешь вот так вот это раз два три там берешь вот так раз два три и раз два три что требовалось и доказать это узкая сторона это 10 сантиметров 4 получается да а если было бы допустим пополам мы вы вообще не парились ну вот и все после этого стоит как я уже говорил если допустим вам не нравится в этот обрез ну в принципе не нравится он может только не знаю кому меня там лично нравится но если вдруг вам не нравится что вы делаете берете вот такой брусочек светит от наждачка бука камешек такой да берете берете и весело-весело весело что делаете вот таким образом ровняйте да и чуть ли не забыл сказать то есть если допустим где-то вы промазали и вам не нравится и вам не нравится что допустим вам не хватает этого то есть лишний получается один миллиметр какой-то да вы неправильно допустим его обрезали берете тоже камушек это не быстро и этот миллиметр убирайте ну все вот это в принципе вот я хотел показать это уже у нас получается второй способ как его обрезать второй способ еще покажу дальше будет еще покажу специально может не надо будет ну покажу подходим к одному из проблемных мест то есть у нас вот это будет люк будет люк я бы хотел остановиться еще на разметки как просто просто сделать разметку ну конечно фломастер надо потоньше просто ученический фломастер под толстоватый ну в данном случае пойдет потому что есть великой точности то нам не надо ну вот берем плитку до бром плитку особенности плитка с рисунком как вот это рисунком он за рисунок он вот так идет то есть плитка вот эта часть должна стать суда что мы делаем мы берем эту приклад виде да вот вот раз мою переворачиваем сюда к стенке вот это к стенке переворачиваем и здесь мы уже укладываем что нам надо нам надо здесь нам надо имеют расстояние от стенки учились миллиметров пить до и толщину толщину кристика это 3 миллиметра вот мы делаем метку раз ну соответственно если ты тоже так же вот приводили к стенке приложили сюда и вы приложили и делаем сейчас он поправлю вот так постановили это вот так вот поставим это вот сюда вот можно дальше чуть поближе вот вот так метку конечно формате надо потоньше тогда будет потоньше и путь поточнее вот как раз и переносим ее на эту сторону переносим ее на эту сторону переносим на эту сторону и с этой стороны тоже раз-два переносим на эту сторону так убеждаемся что вы сделали отметку правильно мы видим пламасин нарисовал куча отметок ну ладно я думаю пойдешь вот так вот а теперь пойдем резать ну левки в принципе показывал здесь сложности никакой нету нету и чем как говорится тоньше плитка тем легче резать значит сейчас я это дело продемонстрирую просто стекло резать потому что плитка резать не у всех есть а плиток у нас много если что-то поломаем ничего страшно но как говорится будем экспериментировать чтобы не быть голословным что я говорю что можно резать и так можно резать и так вот делом отметки на я прямо скажу что потоньше бы лучше и цвет хорошо виден коричневый сильный синий на что-то мы приобрели такой такого цвета смотрим не ошибся ничего так не ошибся я ничего все это берем смотрим я его не смазывал тысячу лет он здесь уже лежит я прям даже не знаю как он хорошо режет или не очень но смотрим попытаемся отрезать как я и говорил это дело надо делать с одного раза можно можно резать по направляющей то есть по линейке можно делать у вас так как раз на 3 поехали конечно стеклорез у меня не самые лучшие ну ладно ну после этого идем к любимому гвоздику отрезали здесь видно вот что резали по линии ареста в принципе по линии здесь берем снова так вот стою руки уставим вот так вот ровненько да и ровненький ровненький одновременный нажим берем а нет а нет только со второго раза но видите обрезал но чуть-чуть чуть-чуть прореза не было то есть конечно за коррес надо получить ну в целом можно целому ну все вот пожалуй сейчас будем дальше лепить эти плитки так что таким вот образом таким вот образом посмотрим посмотрим как она встанет как она встанет по все здесь здесь будет мешает встанет она хорошо встанет она хорошо сейчас гости берем здесь еще разметочку сделать здесь еще один рез один рез сделаем и все будет обгимах так вот подходим к этому проблемному месту к этому ручку и маленько посланнее и особенность вот такая вот когда мы укладываем вот такие полосочки ведь вот и обрезали уже подготовили в принципе вот она готова и что чтобы его вложить чтобы уважить до нужно для этого иметь какую-то ровную ящичку вот типа вот такой что ли она недостаточно ровная но пойдет и такую ровную ящичку и особенность такая здесь мы почистили все хорошо берем значит раствор а так как полоска очень маленькая такая небольшая значит уже шпателем шпателем мы проводить не будем мы будем атаку делать ведь его вот сделали вот такую пирамидку ну пирамидку сделаем по повсюю линии делами вот так это убираем так переворачиваем переворачиваем вот она получается вот такая пирамидка почему потому что если шпателем убирать зубцами раствор полностью убирается вот все приготовили так внимательно посмотрели покрутили поверьте ли посмотрели куда нам ее ставить оставить и нам будем вот так вот разве сюда разве сюда вот так тоже ставим сюда и раз два три поставили берем крестики если не уверен что не хорошо бы стоять надо чуть-чуть раз вклеим чтобы они прихватились и обязательно листики что так вставляем вот таким образом раз вот вставили видите да вот вставили после этого после этого берем вот эту дощечку берем вот так раз раз и легонько не сильно так тихонечко вот она все практически она стоит все можно чуть-чуть вот такая да и про плитку что я вроде говорил но может напомнить когда плитку вот такую большую мы ложим крестики установили перед тем как под сучим молоточком вот тогда ее рукой прижимать и после этого стучать и стучать не полностью вот плашми а вот ребром кусочком так будет получше да и еще вот такая вот особенность она вот такие проблемные места вот мы его поставили да она еще не что не встал она плавает то лучше вот и допустим две плитки поставили а вот эту немножко подождать то есть перейти на тот на тот край там уже положили она уже постояла минут 15-20 уже немножко прихватилась после этого возвращаемся туда и дальше работаем вот таким образом а когда уже выйдем напрямую тогда уже там уже очень просто будет там вот я говорю два проблемных местность моего пойдем ну как говорится когда ложишь да есть какие-то проблемы надо что решать надо решать и быть уверенным что со всеми задачами вы что же справимся так вот теперь надо что надо крестики обязательно везде надо ставить крестики да если допустим как я взял допустим пачка маловато вот мы поставили там часа полтора-два постояла на эти крестики можно снимать уже снимать и снова использовать а так в принципе если много работы то они эти крестики можно использовать много раз но просто очистите если эти тогда вы все хорошо вот раз-два-три еще один к листике все вот он хорошо встал отлично встал так маленько пошевелили его немножко встанет так вот сюда чуть-чуть вот и можно что проверить вот эти палочки раз она по высоте ну хотя здесь будет умывальник можно даже не стараться в принципе так ну как говорится лучше стараться хорошо везде плохо всегда получится ну вот все поедем дальше на тот конец придем час там плитку положим а потом вернемся сюда как я сказал как я и сказал пойдем сюда раз здесь все очень просто все очень сделать снова разметку снова все почистить я сказал что это очень сложно что на пол что на стены принципе такой нет я думаю кто посмотрит это видео сначала до конца после этого сам будет в состоянии полностью все положить плиточку себя на кухне в ванной где угодно в бане да вот да интерес вот такой вот такой момент он не использовал не использовал не использовала делали армирование ну что там скаты были и прочее прочее армирование где-то бетон сантиметров 7 8 наверное но немножко по-другому немножко по-другому вот таким образом можно сделать тоже а здесь вот видите точно просто так надо здесь карандаш сейчас и сделать разметку вот подошли к очередному способу резки плитки вот при помощи болгарки но болгарка лучше резать конечно тогда где-то там уже там где-то под трубу где-то вырез там еще где-то но это что в целом плане чтобы посмотреть как это делается надо упор стол какой-нибудь тубурец это поставить ну и диск своим кем и немножко кори плитку перевернем это уберем это дело и одно конечно хорошо но все же все же все же все же плиткорезом на луи попробуем и полгарка Продолжение следует... 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 Вот такой диск обдирочный. И посмотрим, что из этого получится. Если я не ошибаюсь, то это так. Потому что несколько болгарок, и у всех прижимные гайки ставятся по-разному. Приходится смотреть. Вот так вот. Всё. Ну, сейчас посмотрим. Я надеюсь, что получится. Но если не получится, тогда перейдём к плану номер один. И будем это делать просто руками и камнем. Посмотрим, что получится. Но здесь надо более-менее хорошо сделать. Ну, что я скажу. Клифовать-то она слифует. Но не так быстро, как хотелось уже. То есть, если подольше подержать, если подольше подержать, то, возможно, и толк будет. Что мы сделаем? Мы сейчас плиткорезом надрежем. После этого пассатижами обломим вот эти 3 мм. Где-то 2,5-3. А потом этим зашлифуем. И так будет, наверное, точнее и лучше. И быстрее, главное. Главное, быстрее. Так, 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 так. Ну, 3 мм, конечно, это. Это учитывается, что у нас плиткорез супер-супер. Не просто ухры-мухры какой-то, а супер. Если его где-нибудь на улице бросишь, его никто не подъявит. Но, тем не менее. Сейчас посмотрим. Обычно так смотрим крышиком. Где начинается, да? И где завершается лес. Ну, где-то так вот. Где-то так вот. Сейчас посмотрим. Так, ну, где-то так, где-то так. Теперь берем пассатижи. Да, кстати, если вот так выламывать пассатижами, то желание на побольше. А где-то у меня побольше есть, конечно, но надо искать. А этот, эти просто первые, которые попались под руку. Так, посмотрим сейчас, что получится. Не так, как хочется, но здесь боязно, потому что боязно больше взять. Здесь уже получается лицевая сторона. Лицевая сторона. Вот так. Чуть-чуть захватывается. Вот хорошо. Где-то хорошо, где-то неважно. Вот так, посильнее. Здесь бы пассатижи, которые с ровными губками есть такие, вот ими бы хорошо было. А здесь немножко на конус. И она, как говорится, ерунду городе. Ну, ладно. Сейчас так пройдемся. Но все равно это будет побыстрее, чем просто камнем. А здесь надо обязательно убирать. Это шов. Миллиметр. Шов-клестик. Так вот. Так. Миллиметр. Миллиметр бы побольше было бы повеселее. Здесь хочется подровнять немножко. Ну, пожалуй, всё. Сейчас пойдём ровнять. А так, в принципе, берёшь вот этот камень вот такой, да, вот так вот берёшь, берёшь, вот этот ещё не испытанный, а вот этот, когда давно испытанный, берёшь вот так вот, да, ставишь на стол. Всё, конечно. Ну, долго. Почему? Потому что, во-первых, плитка очень толстая, во-вторых, материал очень прочный. А если, вот я говорю, вот на стенах, которые очень хорошо, то ладно. Идёт, идёт. 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 Не быстро, но идёт. Но у нас всё быстрее, чем руками. Этот-то откалывается, вот нагреется, видать. И откалывается по-режу. Ну да, греется. Ну, получается, как один из вариантов, видите? Это, получается, мы убираем 3 миллиметра. Шов, получается, достаточно ровный. Вот, видите, ровный получается шов. Ну, и по времени я без травки так долго. Ну, ещё придётся потопить. Руками дольше было бы. Нажимать можно, потемнее нажать. Рыу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый ответственный момент, вот это в конце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, будем считать, что таким диском, такую работу делать можно. Делать можно. Но предварительно надо, конечно, плиткорезом обрезать, потому что, видите, по линии получается, что она отстреливается, греется, отстреливается. Ну, нормально. Сейчас еще немножко руками можно поправить, а можно и не поправлять. Пойдем ставить. Сделали маленький перерыв. И вот за этот перерыв, как говорится, уже практически, значит, укладку пола мы завершили. Завершили. Ну, вот здесь можно остановиться еще раз повторно, значит, на проблемных местах. Вот здесь это проблемное место было, вот этот лючок. Вот видите, он как получился у нас, в принципе. Неплохо получился. Здесь вот обыграли это дело. Вот ручку такую сделали. Вот достаточно увесистый такой лючок. Получился вот он. Все работает, все хорошо. Ну, остановимся на мелочах, с которыми, значит, мы сталкивались в работе. Ну, предварительно, когда начинали укладку, мы посмотрели, значит, померили, значит, соответственно, помещение. И вот здесь, в принципе, видите, в плитку все попали. Вот видите, в плитку еще здесь попали, здесь попали. И вот здесь тоже все нормально, все хорошо. Ну, и здесь вот хотелось бы остановиться на затирке. Вот затирали, значит, шпателями вот такие, значит, резиновые шпателя. Они в комплекте идут разных размеров. И вот когда вот затираешь, вот, допустим, взяли такой шпатель, развели вот такой небольшой, небольшой емкости, небольшими порциями. Вот-вот, затираем вот таким образом. Затерли. Так вот, затерли, значит, и все. После этого, после этого влажной тряпочкой, влажной тряпочкой берем, значит, вот так вот, ее, допустим, вот раз вот на палец, и вот так немножко проводим. Проводим. И вот получается такое углубление, углубление, и очень хорошо. И особенность, вот такая мелочь, мелочь, но достаточно нужная мелочь, заключается в чем? Вот мы затерли, допустим, ну, к примеру, допустим, допустим, один ряд или два ряда. После этого обязательно, обязательно надо все промыть, промыть и убрать, значит, уже затирку убрать. Промыли, убрали. Здесь я, значит, век ее не мыл, вот как я, значит, промыл, после, значит, уже укладки плитки, так она и есть. Почему? Потому что работа продолжается. Работа продолжается. Если, значит, это не сделаете, это не сделаете, после этого, значит, она на следующие сутки, на вторые сутки, значит, уже встанет и будет убирать ее очень сложно. на мой взгляд на мой взгляд значит укладка плитки укладка плитки как на пол так на стены из строительных работ наиболее простое очень просто очень легко может выполнить любой желающий вот я начинал вы видели вот пожалуй здесь и все сложности никаких не будет кто захочет уложить и при этом более что особый инструмент здесь и не нужен если допустим даже нету плиткореза самое сложное что плиткорез то можно резать и стеклорезом вот пожалуй все до свидания до новых встреч сейчас я значит выйдем на улицу как говорится перекурим и попробуем рассказать как лучше уложить плитку на стену